В Москве 17 часов 5 минут, в эфире бизнес-класс на Финам.фм, я Георгий Вербицкий. Сегодня мы будем обсуждать тему, как заработать на покупке недвижимости. И сразу же хотел очертить некоторые границы этой темы. Ну, во-первых, мы будем говорить про рынок жилья в России, ну, наверное, даже в основном в Москве. Будем рассматривать квартиры как наиболее интересный сегмент, то есть коммерческую недвижимость трогать не будем. Ну, и, собственно, наверное, две вещи, два направления, как можно заработать на покупке недвижимости. Это покупка как инвестиция некоторая, либо это покупка для сдачи в аренду, либо это какая-то, наверное, может быть, комбинация вот этих вот двух вещей. У меня в студии гость, он будет помогать мне освещать эту тему. Это Екатерина Тейн, партнер Chesterton International Real Estate. Екатерина, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, давайте сразу возьмем пример. Вот есть человек, у которого образовались свободные деньги каким-то образом. Не будем говорить, каким. Заработал бизнес, может быть, зарплата, неважно. Где-то от трех, допустим, до семи миллионов. Ну, не очень много, но и не очень мало. То есть, и он думает, как же их использовать, как можно их эффективно приумножить. Или хотя бы не потерять. Вот в данном случае квартира, покупка квартиры с точки зрения инвестиций, либо с точки зрения сдачи в аренду, конкурирует с определенными другими вещами. То есть, например, с покупкой акций, допустим, да? Либо с банковским депозитом. Вот как вы считаете, насколько конкурентен вариант с покупкой недвижимости? Насколько он конкурентен? Ну, 3,7 миллионов рублей, я правильно понимаю, или долларов? Рублей, да. Рублей. Ну, здесь в каждом из аспектов инвестиций есть свои плюсы и свои минусы. Расскажу про плюсы инвестиций в недвижимость. Ну, за 3,7 миллионов в Москве вы можете купить однокомнатную-двухкомнатную квартиру, скорее всего, где-то в панельном доме. Ну, или в доме на границах Москвы, или уже за пределами Москвы. Этот, на самом деле, сегмент сейчас самый динамично развивающийся, если говорить с точки зрения недвижимости. И что в этом сегменте получилось? Так как застройщики, большинство застройщиков инвестируются за счет клиентов, то, если вы посмотрите, например, если строится новый дом в Бутово, то на уровне котлована цена будет дешевле, чем аналогичные квартиры в этом же районе, процентов на 20-30. Цикл строительства панельных домов очень быстрый, то есть порядка 9 месяцев, максимум год, это уже со всеми документами. Поэтому, если вы вкладываете на начальном этапе, то, в принципе, вы можете за год заполучить 20-30 процентов. И если говорить о последствующей сдаче в аренду, то здесь вы можете получать в среднем 8-9, иногда 10 процентов, в зависимости, ну, за сколько вы эту квартиру купите. 8-9. Я читал некоторые материалы по этому поводу, там была цифра 5 процентов. Сейчас разъясню здесь тоже ситуацию. Рынок, на самом деле, очень сильно сейчас делится, и аренда, доходность от аренды колеблется от 3-х процентов до 12-ти процентов. 3-4 процента это будут новостройки в центре города, ну, там, Алиастоженко или Патриаршие пруды. Ну, 3-4 процента максимум получите на этих квартирах, но просто стоимость квартиры очень высокая, и, в принципе, арендная ставка, есть определенная планка, что люди готовы платить за аренду, ну, в качестве арендной платы в месяц. Потом есть 5-6 процентов, это, как правило, вторичное жилье в центре города, в хороших районах, ну, опять же, те же Патриаршие, Арбатские переулки и так далее. И самый доходный есть сегмент с точки сдачи в аренду, это 8-9 процентов, а если вы на начальном этапе войдете и дешево купите, то это, может быть, и 10, и 11, это как раз вот самые дешевые однушки в панельных домах, где-нибудь как можно дальше от центра. То есть, если рассматривать сдачу в аренду, нужно покупать вот такие вот не самые, может быть, привлекательные. Далеко не самые привлекательные, но, тем не менее, эффективные с точки зрения коммерции. Да, и, опять же, там же очень большая оборачиваемость. Например, если у вас элитная квартира в центре города, то срок экспозиции будет, ну, там, не знаю, 2 месяца, может быть, 3 месяца. Вот, если мы говорим про какие-то однодушки в далеких районах, то экспозиция там может быть вообще 1-2 дня, иногда неделя максимум. Экспозиция, имеется в виду это время? Да, за склад, за который вы ее арендуете. За которые, ага. Ну, давайте вот пример приведем просто на цифрах. То есть, 10% вы говорите, что можно сдавать квартиру, если мы сейчас обсуждаем сдачу в аренду, 10% в год от ее стоимости. Да. То есть, допустим, квартира стоит 7 миллионов, да, то есть, соответственно, 700 тысяч, да, получается, можно будет иметь в год. Да, но я бы здесь рекомендовала не одну квартиру за 7 миллионов покупать, а две однушки, то есть по 3,5-2 квартиры. Ну, в принципе, да, вы можете получать 700 тысяч. То есть, 700 тысяч в месяц это получится сколько? 60 тысяч? Примерно, нет, меньше, чуть-чуть меньше, да, получается, сейчас посчитаем. Ну, где-то там 50-55, да? Ну, у вас, грубо говоря, вы получите 58 тысяч в месяц, то есть это, грубо говоря, чуть меньше тысячи долларов за каждую квартиру. В месяц, что, в принципе, реальные ставки. Так, 700 делим на 12. На 12, получаем 58, правильно? Да. Соответственно, 58 тысяч в месяц предполагается, что стоит однушка где-то в бутылке. Нет, это на 7 миллионов вы купите две квартиры. А, две квартиры. Да, да, да. И по 1000 вы 100% их сдадите. То есть, нужно искать квартиру, которая стоит примерно 3-4 миллиона. Да, да, до 4 миллиона. А есть ли такие квартиры? На начальном, опять же, я говорю, на начальном этапе. Так, но здесь ведь есть риск, на самом деле, насколько я понимаю. Есть, есть риск. Давайте поговорим, что за риск, что, допустим, не достроят. Да, вот у меня родители живут около метро «Водный стадион». Я часто езжу по Ленинградскому шоссе и вижу там, вот знаете, такой около метро «Войковская» такой красивый комплекс. Он еще в парке построен был. И я помню, что, я помню, еще в 2008 году, еще до кризиса, вот он как раз строился, и там предлагались квартиры. Я сам звонил, думал купить. И вот сейчас я вижу, что практически нет, там не горит свет. То есть есть ощущение, что там какие-то большие проблемы, потому что люди, ну, то есть до сих пор он как бы не продан, либо продан, но там не живут. То есть какое-то время я слышал, что там были какие-то проблемы именно со строительством. Ну, вот такая ситуация. Насколько она реальна вообще? Каковы шансы? Ситуация реальна, но таких проектов, если говорить про Москву, не очень большое количество, но такие проекты действительно есть, у которых возникли проблемы у застройщиков либо с разрешительной документацией, либо на уже на заключительном этапе принятия дома госкомиссии, например, там застройщик не выполнил обязательства перед городом и так далее, и так далее. Здесь нужно очень внимательно на этапе котлована, когда вы покупаете квартиру, посмотреть разрешительную документацию застройщика. Если у застройщика есть разрешение на строительство, то риски уже становятся минимальные. То есть основной аспект, что, как правило, сдерживает застройщика, это если, например, не получены документы на строительство, потому что здесь могут быть любые проволочки. Компания начинает строить в расчете на то, что когда-то, рано или поздно, она эту документацию получит, разрешение? Теоретически, теоретически, по закону, они не должны этого делать. Поэтому, когда вы покупаете, нужно в первую очередь удостовериться, что у компании застройщика в порядке все документы, у них есть действительно разрешение на строительство. А если деньги кончаются? Строит, компания строит, бах, у нее закончились деньги. В эконом-сегменте сейчас просто сумасшедший бум. А особенно, вот я замечаю, как только начинаются колебания курсовые, то есть народ видит это как единственное спасение своих денежных средств. То есть резко, как только рубль ослабевает, резко увеличивается количество продаж квартир вот в этом эконом-сегменте. Застройщики продают от 100 до 200, иногда до 400 квартир в месяц. Это первый аспект. А второй аспект, большинство застройщиков, если у них уже есть разрешительная документация, не составляет сейчас проблем получить финансирование у банков. И, как правило, застройщики открывают кредитную линию банка. Но так как у них очень большой поток денежных средств от покупателей, то они, как правило, этим кредитом даже не пользуются. То есть они как бы финансируются за счет денег, которые несут люди, которые хотят купить квартиры. И у застройщиков там очень такая, в принципе, гибкая система. Почему они дают систему на начальном этапе ниже? Например, вы на начальном этапе можете купить, ну, когда открываются продажи, 90 тысяч рублей за квадратный метр. И к моменту окончания стройки это может быть уже там цена 120, 130, 140. Хорошо, значит, мы выяснили, что надо обязательно посмотреть разрешение у застройщика. Если мы хотим купить квартиру для сдачи в аренду, купить ее чуть-чуть дешевле, чем, собственно, уже на этапе, когда она будет уже сдаваться. И при этом у нас есть возможность действительно получать 10% в год в качестве дохода от сдачи ее в аренду. Окей, ну, предлагаю вам позвонить по телефону прямого эфира. Значит, код города 4956510996. И, возможно, рассказать какую-то свою историю, возможно, успешную, возможно, не очень. Как раз вот на ту тему, о которой мы сегодня разговариваем. То есть, как заработать на покупке недвижимости. И можно ли заработать на ней? Ну, как выясняется, похоже, что можно. Итак, мы продолжим после новостей. Продолжаем обсуждать, можно ли заработать на покупке недвижимости с Екатериной Тейн, партнером Chester International Real Estate. Вы можете задать вопрос, либо поделиться своей историей на сайте Finam.fm, либо по телефону прямого эфира 4956510996. То есть, обсуждаем сдачу в аренду. То есть, получается, да, можно 10% где-то, но есть, наверное, некоторые нюансы. Вот, например, такие. У нас сейчас последний тренд. Это то, что государство все-таки хочет брать налог с тех, кто сдает недвижимость в аренду. Так этот рынок был, можно сказать, черным, серым. А теперь хотят вывести и собирать 13%. То есть, это потенциально может несколько снизить доходность сдачи в аренду. Как вы считаете, насколько это перспективно, что действительно нас всех, тех, кто сдает квартиру, обяжут это делать? Ну, интересно, что хочет. В принципе, любой человек, который сдает квартиру, он обязан платить налог. И меня вообще иногда эти разговоры удивляют, потому что по сравнению с теми процентами, которые платят люди на Западе, в принципе, 13% это минимально, что вообще на сегодняшний момент существует. К тому же, сегодня, если вы сдаете квартиру в аренду, можно оформить и пей, вы платите 6%, можно купить патент. И вы там платите фиксированную сумму. То есть, вот эти 13% на сегодняшний момент можно еще оптимизировать. То есть, если мы говорим про налоговую составляющую, то она не такая большая. Если сравнивать со странами Западной Европы, у нас просто минимальный процент, и жаловаться нам вообще просто грех. — А как вот действительно устроено это на Западе? Сколько примерно процентов берут ориентировочно, допустим, в Соединенных Штатах Америки? Нет вот таких данных? — В Америке там, помимо того, что с вас возьмут агентскую комиссию, агентская комиссия, с вас возьмут еще НДС, потом с вас возьмут еще там колоссальные расходы эксплуатирующей компании. Потому что в Америке, вот у меня лично был опыт, то есть мы купили квартиру в Сарасоте, когда я просто посчитала на бумаге, за сколько мы ее купили, за сколько мы ее продали, получилось круто. Ну там где-то процентов 35, когда я села на бумажке, посчитала агентскую комиссию, там один налог, другой налог, эксплуатирующую компанию, то все равно получился доход, там доход получился в районе 22%, но он существенно ниже, чем казалось просто на вскидку. Вот, и если у нас еще это как-то можно оптимизировать там-тут, то там, в принципе, все очень четко. — У нас тоже агентская комиссия, тоже присутствует, и вполне... — Ну не такая большая, агентская комиссия в Америке от 5% выше, то есть 5% меньше 5% в принципе не бывает. — То есть если вы хотите сдать квартиру в Америке, то вам нужно закладывать, что 5% от чего? — От годового дохода от сдачи? — Нет, 5% это купли-продажи. — Ага, а, это купли-продажи. — Купли-продажи, 5-6%, плюс еще вы заплатите еще НДС на это. Вот, а от сдачи в аренду, ну традиционно это как везде, это один месяц от... — То есть то же самое, как и в России? — Да, то же самое. — В мире те же самые расценки. — Хорошо, то есть 13% мы оптимизируем, получается ИП 6%. — Или можно, если с патентом, если у вас несколько квартир, то в принципе там еще можно уменьшить. — Вопрос лишь в том, насколько захотят люди идти на это, потому что единственное, что их может побудить пойти на это, это некое возвращение в некую правовую сферу, то есть получение некой гарантии, что есть договор, с которого, собственно, платятся все налоги. Соответственно, все это может решаться уже. Есть как бы клиент, то есть, ну собственно, тот, кто сдает в аренду, избавляется от риска, что он будет обманут, там, скажем, тем человеком, кому он сдает эту квартиру. То есть вот эти вещи. Ну а больше вроде бы как каких-то особых стимулов на самом деле нет. То есть проследить и как бы наказать человека очень сложно, то есть как можно понять, сдает он квартиру или это просто, ну скажем, какой-то родственник или что-то еще. Есть такие механизмы? — При желании всегда можно. На Западе это работает все очень четко, вот, то есть если правительство решит в какой-то момент закрутить гайки, то они найдут способ, как это сделать. — Ну хорошо, у нас как раз еще с такси похожая история, с нелегальным извозом. Вот, собственно, пока что-то не видно, что закручивает гайки. Ну окей, это уже немножко вне нашей темы. Давайте вернемся к нашей основной тематике, то есть заработок на покупке недвижимости. Сдачу в аренду рассмотрели, окей. А теперь давайте посмотрим, что можно сделать в случае, если вы купили квартиру как некая инвестиция. У меня есть график IRN. В общем, достаточно известный сайт, знаете такой, да, IRN. И я посмотрел, просто сделал график с 99-го года по 2012, по текущий момент, и видно было, что тенденции, в общем, похожие на... — Тенденция стабилизировалась. Последние пара лет после кризиса цены растут, но растут достаточно спокойно и так, можно сказать, волатильно. То есть если с 2005-го года, примерно, даже с 2004-го была такая кривая вверх, очень плавная, то есть цены росли постоянно и... — На совершенно сумасшедшие проценты. — Да-да-да, именно так. То где-то в 2008-м году цена за квадратный метр достигла 6 тысяч долларов, средняя по Москве, и после этого упала на уровень 2006-го года примерно. Там некоторое время стабилизировалась и потом начала плавно расти, и вот, собственно, до сейчас пока что даже не обновила вот эту планку 6 тысяч долларов. — То есть... О чем это говорит? Что, в общем-то, если и рассматривать покупку жилья как инвестицию, то это все-таки связано с риском того, что цена может не вырасти. То есть те люди, которые купили жилье в 2007-2008 году, они, в общем-то, потеряли, по сути. Так ли это? — Ну, то, что вы сейчас говорите, это средняя, ну, что называется, средняя потеря температуры по больнице, да? — Да. — Инвестировать в недвижимость всегда можно, и всегда есть разные способы. Другой момент, что они всегда меняются. То есть, наверное, каждый год, два-три, то есть они меняются. Точно так же, что если мы возьмем даже до кризиса, например, там, 2005-2006 год активнее рос элитный сегмент, потом накануне кризиса самый активный рост был в бизнес-классе, сейчас самый активный с точки зрения роста. Но, опять же, рост, я объясню, какой рост. Это эконом-сегмент. Какой рост? Если вы просто купили в готовом доме, там, какой-то старом панельном доме квартиру в Бутово, то, в принципе, она расти не будет. Ну, то есть, там, может быть, там, 3-4-5 процентов. Вот. В эконом-классе, как сейчас инвестируют, это, я говорю, покупают на раннем этапе. И за счет того, что у застройщика существует четкая разница и довольно большая между начальным этапом строительства и этапом завершения. — Премия за риск. — Да, то на этой дельте можно как раз получать очень неплохие деньги. Но в среднем где-то от 20 до 40 процентов. Это очень хорошие на сегодняшний момент деньги. Вот. Поэтому, ну, такие деньги, я даже не знаю, где еще можно получить. — 20-30 процентов в год, да, это действительно очень хорошие деньги. — Да, да. Но это при условии при том, что вы инвестируете на раннем этапе. Вот. И вместе с застройщиком, потому что застройщик, застройщик сам, они уже в зависимости от рынка, они варьируют цену. Например, они первую планку, как правило, самые первые квартиры они продают даже, может быть, дешевле рынка. Иногда они даже продают иногда по себестоимости, иногда даже ниже, чтобы вот, ну, разогнать вот этот вот маховик. Вот. То есть первые люди принимают, они берут на себя максимальный риск, и потом они поднимают цену стабильно месяц, каждые два месяца, ну, в зависимости от того, как ситуация на рынке складывается. Вот на этом этапе эконом-сегмент, наверное, самый интересный. И опять же здесь прогнозируемо, когда вы можете войти, когда вы можете выйти. Если вы решили потом выйти из этого сегмента, например, в элитном сегменте, там тоже можно инвестировать, но экспозиция элитных квартир, она довольно высокая. То есть это год, может быть полтора, может быть и больше. В эконом-сегменте, там чуть-чуть вы подвинулись в цене, чуть-чуть вы опустили планку, чуть ниже застройщика, и все, вы квартиру продадите в течение недели, максимум месяца. Да, интересный, кстати, этот вопрос, ликвидность, то есть насколько легко потом продать квартиру. То есть если сравнивать, допустим, вклад в банки, покупка акций, ну акции, если брать какие-то голубые фишки, самые основные акции, они достаточно ликвидны. То есть в любой момент можно войти и выйти. А вот с точки зрения, как бы, квартиры, как здесь, вот, насколько легко выйти из, вот, нужны деньги, срочно, срочно нужны деньги. Срочно нужны деньги. За сколько? В эконом-сегменте скидываете цену, и вы довольно быстро ее продадите. В элитном сегменте сложнее, но, опять же, зависит от того, насколько вы скинули стоимость. Но, опять же, я согласна, с точки зрения ликвидности акции, гораздо более интересный инструмент, потому что захотели, продали тут же, да. В недвижимости такого нет, все равно у вас появится. Даже в момент сделки, пока вы получите, подписали документы, провели, провели переговоры и так далее, и так далее, это два месяца как минимум. Ну, месяц – это просто самые короткие сроки. Да, 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 вот, но зато недвижимость, например, я не знаю ни одного клиента, который бы там потеряли все деньги на недвижимость, или даже какую-то очень существенную сумму на недвижимость, зато я знаю огромное количество клиентов, которые потеряли колоссальные деньги на фондовом рынке. Вот, поэтому здесь, ну, с другой стороны, те, кто знают, что делают, они точно так же в 2007 году получили и колоссальные прибыли. Вот, но здесь все-таки просто, на мой взгляд, просто гораздо рынок более динамичный, и нужно очень хорошо разбираться в том, что ты делаешь, и постоянно сжать руку на пульсе. Недвижимость – это как раз, вот, как вы правильно сказали, появилось у меня там 3 миллиона, 7 миллионов, то есть вот я там побегал, там, не знаю, месяц, купил квартиру и про нее забыл, сдал в аренду. И на фондовом рынке вам нужно постоянно, постоянно, постоянно за всем этим следить, иначе можно лишиться просто всего. С точки зрения профессионализма, наверное, и там, и там нужен профессионализм, но сложнее, наверное, на фондовом рынке, потому что там специфические термины, финансы и так далее. А у нас на линии Кирилл. Здравствуйте, Кирилл. Вы прям в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. У меня вопрос такой, специалисту. На сегодняшний день составляющая непосредственно себестоимости строительства жилья какова по оценкам, и какова разница между себестоимостью и дельта, соответственно, составляющая продажная, на стадии строительства и после, если возможно, на такой вопрос ответить. И насколько эта оценка вообще, ну, та самая разница, она объективна по отношению к ценам недвижимости в Европе. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Кирилл. Смотрите, этот вопрос очень многие задают клиенты, то есть, когда они ходят, особенно, ну, в эконом-сегменте может быть меньше, а если мы говорим там про остоженку, где цены могут достигать 25, 30, 40, 50 тысяч долларов за квадратный метр. Например, у всех возникает один вопрос, все примерно могут оценить, сколько стоит коробка, да, ну, там плюс-минус, там, а тысяча долларов за квадратный метр, ну, на остоженке это может быть так, как более дорогие материалы, кондиционеры и так далее, и так далее, это может быть там 3000 долларов за квадратный метр. Но здесь вступает в силу огромное количество еще инструментов, что должен заплатить застройщик, прежде чем он построит дом. Это подсоединение к коммуникациям, есть они или нет, и нужно ли их возводить. Это, раньше, это была доля города, то есть, от того, что застройщик построил, то есть, он часть должен был отдать дом городу, либо продать, либо просто отдать площадями. Это, например, то же самое, если они привлекают банковское финансирование, то банковское финансирование под проекты, это тоже, как минимум, там, 12, а то и 15 процентов в зависимости от проекта. То есть, если мы говорим про стоимость возведения коробки, то это максимум 30-40 процентов, а все остальное, это то, что набегает еще плюс, 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 плюс получение самой площадки, плюс разрешительная документация, плюс архитекторы, плюс маркетинг, плюс комиссия агентств. То есть, все вместе, то есть, вот то, что вы видите, кажется, да, действительно, построили коробку, стоит тысячи, а продают, ай-яй-яй, застройщики по 3 тысячи, суперприбыли получают. Ну, реально, если все это начинать раскладывать, то есть, я не говорю, что застройщики бедные люди, но я не говорю, что они получают какие-то суперсверхприбыли. Кирилл спрашивал, есть ли отличия вот у нас и на Западе? Ну, на Западе, на Западе, смотря что с чем странно, Запад, он разный, если мы говорим по отношению к Лондону, то от Лондона мы все равно отстаем очень серьезно по ценам. Если мы говорим от Берлина, там, самые дешевые цены в Европе сейчас это Берлин, за 2-3 тысячи евро вы купите роскошную квартиру с прекрасным ремонтом, в хорошем месте, вот, но, опять же, то есть, мы живем в Москве, и цены у нас московские. По структуре, вот, именно затрат себестоимости на квадратный метр, действительно, есть ли отличия, то есть, допустим, вот, у нас известно, что рынок жилья, он достаточно коррупционный, то есть, есть, вот, некое мнение, что еще большую достаточную часть занимает откат за разрешение, там, за вот это бюрократические, вот, все эти проволочки, тому, этому и так далее, вот, насколько это влияет, действительно, как вы считаете? Ну, это действительно серьезно влияет, особенно, если, ну, вот, посчитайте, вы, например, приобрели площадку, вы взяли площадку, заплатили, грубо говоря. Екатерина, давайте прервемся и после новостей продолжим. Так, продолжаем бизнес-класс, обсуждаем, как заработать на покупке недвижимости с Екатериной Тейн, партнером Chesterton International Real Estate. Остановились мы на вопросе, все-таки, есть ли у нас разница в себестоимости, в процентном соотношении себестоимости одного метра по сравнению с развитыми странами из-за, вот, каких-то моментов, связанных именно чисто с российскими особенностями, то есть, там, может быть, коррупция, какие-то, вот, проволочки бюрократические. Ну, бюрократические проволочки особенно очень серьезно влияют на тот аспект, на временной аспект. Если вы купили площадку, заплатили за нее, грубо говоря, там, не знаю, 50 миллионов долларов, вот, и у вас каждый год текут проценты, и проценты немаленькие, это может быть 12, 15, то есть 17 процентов, а разрешение строительства вы не можете получить год, два, три, такая ситуация тоже бывает. То есть, соответственно, это перекладывается на плечи простых покупателей. На Западе проволочки, в принципе, тоже, то есть, в большинстве стран, то есть, получить разрешение строительства по разным причинам, то есть, бюрократия, она везде и существует, вот, но там просто банковское финансирование не такие, берет проценты. Дешевле, да. Да, там гораздо дешевле, гораздо дешевле, поэтому там проволочки тоже есть, но, как бы, они не так серьезно влияют на уже на конечный продукт. Угу. Нас задает вопрос Сергей, Сергей спрашивает, а как обстоят дела в коммерческом секторе, покупать площади под офисе, и выгоднее ли это, чем жилье? Вы можете задать свой вопрос Екатерине Тейн, партнеру Честного Трентонейшнл Реал Эстейт, на сайте, либо по телефону прямого эфира 495-65-10-99-6. Ну, коммерческая недвижимость в среднем тоже где-то сейчас 10%, но если мы говорим в жилой, то есть, это от 3-4 до 10, это максимум, то коммерческая это в среднем 10. То есть, в принципе, коммерческая тоже неплохо, и если есть у вас возможность скупить блок, то на 10% вы можете рассчитывать. Точно так же, как торговая недвижимость, но в торговой то же самое, что и в жилье, то есть, в центре города какие-то небольшие торговые площади, вы максимум получите 7-8% годовых, если говорить про окраины, где-то у станции метро, небольшая площадь, которая тоже хорошо сдается, то есть, там вы можете получить и 12-13%. То есть, получается, что коммерческую недвижимость даже, по сути, в целом выгоднее приобретать именно для сдачи в аренду? Ну, там везде есть свои нюансы, и там, и там. В целом? Ну, в целом, да, если говорить по процентам, наверное, торговая недвижимость, наверное, самая интересная сейчас. Наиболее интересная. Да. А стоит ли, собственно, влезать в ипотеку? Вот такой вопрос, который, может быть, интересует многих людей сейчас, люди, которым нужно свое жилье, но тем не менее, которые понимают, что ипотека – это, ну, по сути, грабеж, то есть, банк за свои услуги берет достаточно высокую цену. Ну, грабеж – это эмоциональное высказывание, но реально вы можете заплатить, там, в два-три раза больше за квартиру. Как вы считаете? С точки зрения инвестиций, то ни в коем случае. Вот, если вам нужна квартира, жить вам нужно сегодня, то если есть возможность воспользоваться ипотекой, то да. Потому что, ну, мое мнение, цены в Москве на недвижимость не упадут, потому что, ну, Москва – это один из нескольких мегаполисов в мире, и, в принципе, кризис не кризис, цены все равно держатся на довольно высоком уровне. Вот, поэтому другой вопрос, что проценты нужно четко рассчитывать свои силы, потому что вот сейчас кризис, как показал, что клиенты попадают иногда в очень некрасивые ситуации, вот, когда они могут рассчитаться с банком. — А как вообще, вот, есть ли какая-то статистика, больше людей сейчас пользуются ипотекой, меньше людей? Вот, какая-то есть, есть какие-то тенденции, вот, как кажется? — Ну, начиная с 2010 года количество ипотечных сделок резко возросло, но это в основном, опять же, мы говорим, это эконом-класс и бизнес-класс. Вот, то есть количество сделок, количество сделок по ипотеке очень сильно выросло. Наверное, самый большой скачок, наверное, был 2009 год, потому что, если вы помните, то даже в 2010-й, то правительство вело очень активную работу по поводу снижения ставок. Например, даже еще год назад в Сбербанке можно было получить ипотеку под 8,8%. Сейчас эта ставка у всех очень сильно подросла. Вот, ну вот, 2010-й год, наверное, был такой пиковый по ипотечным сделкам. Но и сделки с ипотекой, да, есть, эконом-бизнес-класс очень активно берут. Ну, из того, что мы сейчас обсудили, наверное, лучше действительно получается так, что выгоднее покупать недвижимость, чем даже вкладывать, делать депозит в банке, поскольку получается те же 10%, да, даже больше, если брать коммерческую недвижимость. Ну, депозит в банке, во-первых, какая валюта? То есть только на валютных рисках. Я имею в виду рубли. Ну, в рубли, да, сегодня рубль, там, 31-32, потом, может быть, 27 и в обратную сторону. Это валютные риски, да. Другой вопрос, потом еще доверие банкам, каким банки, да. То есть максимальные депозиты, опять же, если это какой-то вот банки, там, первая тройка, то 10% довольно сложно получить. Вот, поэтому, ну, наверное, ну и потом все-таки, помимо того, что вы получаете доход от сдачи в аренду, все равно у вас идет общий рост недвижимости год от года. То есть если вы возьмете 10%, плюс хотя бы там на 4-5-6% у вас растет стоимость квартиры, то все равно это получается выгоднее. Ну, вы знаете, рост, это здесь такая вещь, он может быть, может не быть, это некое прогнозирование будущего. Но то, что мы знаем точно, что инфляция, в принципе, тоже. То есть были, например, в истории, например, в Штатах моменты, когда была дефляция. То есть инфляции не было, а был обратный процесс. И здесь предсказать, наверное, сложно, но если это действительно какой-то актив, который приносит дополнительные деньги ежемесячно, вот это уже, что называется, уже гораздо более надежно. То есть если нужно что-то получать каждый месяц, каждый год, получать какие-то деньги, какой-то свободный денежный поток, то да. А банковский вклад, чем интереснее, на мой взгляд, то, что его можно рекапитализировать. То есть проценты по этому вкладу, например, ну есть те же 7 миллионов, положить их в банк, в несколько банков, то есть застраховаться полностью от риска, в отличие, кстати говоря, от покупки недвижимости на этапе котлована. И после этого рекапитализировать проценты, то есть вкладывать, вкладывать и вкладывать, если вам эти деньги не нужны, и здесь очень важный момент. И вот в этом случае, мне кажется, вполне по расчету можно обойти инфляцию и рост теоретической стоимости квартиры. Вряд ли, я думаю, что он случится какой-то запредельный в ближайшее время. Ну очень сильно зависит от экономики, потому что в связи с тем, что сейчас произошло в Москве, то есть резко сократились объемы строительства жилья. То есть сначала из-за кризиса, а потом в связи со сменой администрации Москвы, а теперь и Московской области. То есть те объемы, которые сейчас поставляет Москва до 2009-2011 год, они просто в разы меньше того, что было до кризиса. А тем не менее Москва становится не меньше, потребность жилья становится не меньше. И вот этот дисбаланс между спросом и предложением, то есть при условии, при том, что у нас не будет каких-то серьезных глобальных потрясений в экономике, то в принципе он все равно будет давить в сторону повышения цены. Как раз сегодня увидел статью, статья о заголовной России бьет рекорды по ценам, по росту цен на недвижимость. И написано, что летом Россия перескочила с восьмой на четвертую строчку в лейтинге Global House Price Index, показывающий динамику роста цен на квадратные метры. То есть удивительно, но тем не менее, для меня, по крайней мере, было, что все-таки в России жилье дорожает. И такой интересный аспект, вот Москва, допустим, да, ну, понятно, что это столица. Но по-хорошему-то неужели люди не понимают, что плохая экология, да, пробки постоянные? Ну, вот, как вы считаете, есть ли такая тенденция, что будут все-таки люди, скажем так, более реально смотреть на вещи? Ну, а другой выход какой? Конечно, там, наверное, если бы был выбор, вот, хочу, живу, я не знаю, там, в Болгарии, купил себе квартиру за три копейки, живу на Черном море, и вообще все прекрасно и замечательно. Вот, ну, во-первых, деньги можно зарабатывать только в России на сегодняшний день. То есть огромно, ну, особенно когда кризис ударило, огромное количество клиентов, вот, с кем я разговаривала, там, 2008-2009 год, то есть такие были пандемические настроения, вот, уехать за границу. Если вы уже создали состояние, не готовы уехать на пенсию, то, в принципе, да, возможно. То есть вы купили себе дом, опять же, большинство из клиентов, если уезжают, они все равно оставляют здесь либо какую-то недвижимость, либо офис, который им дает постоянный доход, вот, и там уже просто жить как на пенсии. Начать какой-то бизнес, ну, теоретически можно, наверное, есть там 2-3 процента, которым это удается, но для большинства это фактически не под силу. Вот, а если вы, как бы, вынуждены деньги, опять же, зарабатывать, ну, нормальные деньги, можно, опять же, только в Москве. Вот, поэтому, да, есть проблемы с экологией, да, есть проблемы с пробками, но, тем не менее, какой есть еще выбор? Ясно, да. То есть Россия, Москва, центр финансовый. Да, да. Где есть возможность получить работу и получить за эту работу адекватные деньги. И потихонечку переходим к теме, если покупать квартиру не в Москве, не в России, то где же? Но перед этим хотел бы еще раз озвучить телефон прямого эфира, 495, код города, 6510996, либо вы можете написать на сайт Finam.fm о своем опыте, может быть, у вас был очень успешный опыт, либо, наоборот, неуспешный, который опровергает то, о чем мы сейчас говорим, опыт по заработку на покупке недвижимости. Итак, если не в Москве, если мы покупаем не в Москве, не в России, какую страну лучше выбрать? Ну, допустим, я понимаю, что это зависит от цели, конечно, но вот какие тенденции есть? Где люди вообще покупают квартиры сейчас? Квартиры, может быть, не только квартиры, а какие-то, может быть, коттеджи или что-то еще? Ну, в принципе, у нас русских такое большое количество, мы покупаем везде. То есть, в принципе, мне кажется, невозможно найти ни одной страны, где русские бы что-то не покупали. Но если говорить самым такой, ну, действительно такой большой существенный процент, это, в первую очередь, Лондон, вот, потому что, ну, Лондон сейчас покупает, многие рассматривают с точки зрения сохранения своих денег, не только россияне, но и состоятельные люди со всего мира. Вот, потому что понятна юридическая система, понятна доходность. Опять же, лондонская недвижимость обладает уникальной ликвидностью, то есть, если у вас дом или там квартира в правильном месте, вы, если вы ее решили продать, вы ее продадите равно с прибылью и довольно быстрые сроки. То есть, экспозиция одна-две недели, максимум два месяца, даже если мы говорим о Москве, мы подписываем контракт минимум на год. В Лондоне больше, чем на два месяца контракт, в принципе, на продажу не подписывается. Но это говорит вообще о скорости оборачиваемости недвижимости. Поэтому, наверное, номер один – это Лондон. Но, опять же, вот, если мы говорим о Лондоне, то только центральные районы. И здесь очень важный порог вхождения, потому что, то есть, ну, 100-200 тысяч долларов в Лондоне вы ничего не купите. То есть, здесь мы говорим уже об инвестициях миллион фунтов и выше, если говорить о чем, что-то будет ликвидное. Дальше, как правило, люди еще покупают, рассматривают Берлин или вообще Германию. Там, в принципе, теоретически можно получить неплохую доходность от сдачи в аренду. То есть, это получается 7-8%. Но в Германии довольно не такая высокая ликвидность, как в Лондоне. То есть, если вы потом решите продать, вот, то продать будет не так легко. Но это вы имеете в виду в основном в качестве инвестиции, да? В качестве инвестиций. А если для себя, вот, для того, чтобы жить? А для себя? Лондон – это туман, плохая погода. Где вам нравится, где вам нравится. Поэтому я всегда говорю клиентам, то есть, это, там, это можно спорить до бесконечности. Единственное, что, вот, Яна, там, на своем опыте, если вы решили где-то покупать в Европе, вот, Франция. То есть, я для себя когда-то приняла решение, я объясню, почему. Если есть, как правило, покупайте дом, когда есть маленькие дети, есть родители, да? И что важно, важно – хорошая медицина. Вот, Франция – великолепная медицина и очень доступная по цене. Вот, и практически в какой бы части Франции ни были. К сожалению, русские в основном знают только все, что вокруг Парижа или Лазурный берег, которые, ну, довольно высокие по деньгам. И если вы отъедете вот за пределы вот этих двух районов, совершенно микроскопические цены, инфраструктура потрясающая. Сады, школы, медицина, супермаркеты – есть все. Вот, и, в принципе, и очень-очень дешево. У нас в студии Екатерина Тейн, партнер Chess International Real Estate. Мы продолжаем говорить о том, как заработать на покупке недвижимости, но и коснулись темы, если хочется купить для себя, то где покупать. Екатерина советует Францию. Я знаю, что многие покупают в Хорватии, Черногории. Если у вас есть какие-то свои истории, успешные, либо не очень, вы можете позвонить на телефон прямого эфира 495-6510-996. А мы продолжим после новостей. Продолжаем думать, как заработать на покупке недвижимости. И я бы хотел вот какого момента коснуться Nokia, если, допустим, мы понимаем, что мы можем заработать для себя, как бы, да, как, собственно, есть какие-то свободные деньги, вложили, заработали. А что, если сделать это профессиональным бизнесом, вот как у вас? Насколько это хороший бизнес сейчас? Какова динамика? Росли доходы за последние годы, либо стагнировали? Что происходит вообще вот в этом бизнесе? Я так понимаю, что у вас компания консалтинговая. То есть вы консультируете, вы, ну, как бы, связующее звено между теми, кто хочет купить, и теми, кто хочет продать. Да, да. Ну, рынок, скажем, сейчас довольно сложный, если говорить по количеству сделок, и сложно в каком плане. Если, например, до кризиса, то есть там была основная задача успеть с задатком, то есть люди принимали решение довольно быстро. То есть мне нужна квартира, я ее покупаю, в крайнем случае, если там она мне мала, или там район не подходит, через 2-3 года я ее все равно продам с прибылью и там куплю другую. Вот, то сейчас, особенно если мы говорим про элитный сегмент, то люди, то есть понятно, что в элитном сегменте покупка квартиры для клиентов это не предмет первой необходимости. То есть они могут подождать полгода, могут подождать год. То есть они, процесс принятия решений, он гораздо более длинный. То есть если раньше это было 2 месяца, то сейчас это 6 месяцев, иногда и год. А вы занимаетесь именно элитным сегментом? Да, больше элитный сегмент. Больше у вас специализация на элитный сегмент. То есть стало, по сути, не то чтобы сложнее, но просто немножко видоизменился процесс. Видоизменился процесс, и сам по себе рынок тоже очень сильно меняется. Это если раньше мы говорили, что, ну в принципе, московский рынок был очень сильно перевернут. Если мы говорили про лондонский рынок, то есть там клиентом является только продавец. То есть он платит деньги, он является клиентом. И у нас иногда были случаи, так как мы работаем и на московский рынок, и на английский. То есть клиенты, которые привыкли в элитном сегменте, пришли сюда, в агентство, их обслуживают по полной программе. И вот тебе и машины, и вот провести по всему рынку, и показать и школу, и весь срез по рынку, и так, и справа налево, и так далее, и так далее. То есть с вами будет работать брокер, и в субботу, и в воскресенье, и вечером, в общем, в любое время, когда хотите. То в Лондоне, то есть эти же клиенты, когда приезжают в Лондон, даже в наше агентство, то им говорят… Они садятся в очередь, да, наверное? Нет, не в очередь, они говорят, ну вы зашли, вы выбрали, какой вам объект недвижимости? Нет. Не, ну вот вы посмотрите на сайте, да, вот найдете и придите. Для многих клиентов, особенно если у них, они считают, там, у них бюджет 4-5 миллионов, то они считали, что это просто вообще вот как за оскорбление. Оскорбление, да. Да, вот, но сейчас и в Москве потихоньку рынок тоже меняется, потому что, особенно вот последние 2-3 года, как только появились вот единые базы данных, клиенты на самом деле сами могут зайти и посмотреть, какие квартиры есть, вот, то, в принципе, сейчас основная задача агентств, ну, и важно иметь клиентов на покупку, но важно иметь еще в своем арсенале хорошие объекты на продажу и по адекватной цене. То есть, правильно я понял, что некая, как бы, стагнация бизнеса наблюдается из-за, вот, более долгого цикла, доходы немного падают. Особенно, ну, понимаете, доходы как? Так, доходность в этом бизнесе, скажем, 10-20% это максимум, если в самом-самом топовом сегменте работаете до кризиса, это было там 30%, это просто потолок. Это имеется в виду комиссия от сделки? Нет, это общая доходность, это общая доходность от ваш оборот, например, и вот то, что вы получите за вычетом, там, аренда офиса, там, там, зарплаты, реклама и так далее, и так далее. То есть, вот, оборот, покупка-продажа, да, там, допустим, 10 миллионов, грубо говоря, 10% вы забираете с этого миллиона? Нет, подождите, комиссии агентские, они стали стандартные, то есть, это агентская комиссия, это 3% в среднем. Так. Вот, я говорю, что если агентство, ну, то есть, агентство же делает там ни одну, ни две сделки, например, вы сделали, грубо говоря, там, не знаю, там, 40 сделок за год. Вот у вас там доходность, например, там, не знаю, оборот у вас, то есть, в агентской комиссии вы получили, грубо говоря, 5 миллионов. Вот из 5 миллионов, то есть ваш чистый доход будет 20%. Из вашей выручки, по сути, у вас чистый доход где-то 5%. 20-20. 25-20 это максимально. Это при очень хорошо, если хорошо развивается бизнес. Но единственное преимущество этого бизнеса в том, что если сокращается количество сделок, то у вас, соответственно, сокращаются расходы. То есть, в принципе, бизнес. То есть можно увеличить количество брокеров, можно сократить количество брокеров. Что является таким локомотивом бизнеса? То есть это, наверное, люди, которые осуществляют все эти сделки. Что основным активом является в этом бизнесе? В первую очередь это люди. У вас есть офис, у вас есть люди, у вас есть база. Основное это все-таки люди. Основное это люди. Люди должны быть образованы, если мы говорим про элитный сегмент. Потому что все-таки, когда вы обслуживаете людей определенного уровня, то есть у вас должен быть соответствующий тоже уровень. Это знание рынка. Потому что знание рынка, например, когда вы едете по Остоженке, вы знаете каждый дом, когда он был построен, какой застройщик, преимущество. Одного дома перед другим. Потому что даже от качества строительства цена иногда может отличаться. В одном и том же месте на 20-30% нужно объяснить, почему. То есть это за один день как бы не приходит. Но основное это люди. Они должны быть образованными, клиентоориентированными. Четко понимать, что клиент хочет. И если мы говорим особенно о сделках высокого сегмента, 5 миллионов, 10 миллионов и выше. То есть это люди, которые, в принципе, должны уметь общаться с такого уровня клиентами в том числе. Как развивался ваш бизнес, в принципе? То есть были ли какие-то моменты, когда был сильный какой-то прорыв вперед, например? И когда эти моменты были? Скорее наоборот. Потому что мы открылись в 2010 году. И в 2010 году, я думаю, что у всех было радужное ощущение, что вот, наконец. Ну, все сделали копипейст, как был в 99-м, в 98-м году. В 98-м год кризис, в 99-м все отдохнули. У нас многие клиенты, кто наконец женился, кто ехал в путешествие, кто еще что-то. И в 2010 году вернулись, все, вот оно пошло. И весна действительно была очень активная, а потом резко. У нас прям вообще случилась эйфория. Так все было хорошо и замечательно. И в конце 2010-го начался такой серьезный спад. То есть люди не понимали, что происходит. Понятно было, что мы из кризиса не вышли. И у людей началось такое реальное переосмысление. И 2011, скажем так, был довольно сложный год. И сейчас, в общем-то, такие прогнозы. Но, наверное, в элитном сегменте самое сложное – это то, что постоянно вот эта вот болтанка. Непонятно, что действительно происходит. И вот такие общие настроения. Причем, когда спрашиваешь клиентов, а что вот кризис, никто не может сказать каких-то вот реальных макроэкономических показателей, почему он должен быть. Причем я, например, нахожусь на стыке. То есть Россия, я очень много времени провожу в Англии, во Франции. И я вижу, что там, с точки зрения макроэкономики, ситуация гораздо хуже, чем в России. Но противостоять вот этому вот постоянному негативному состоянию людей, то есть у меня такое ощущение, что все настолько ждут вот этого, наконец, кризиса. Все настолько в это верят. Хотя логически никто не может сказать, почему он будет. У меня есть версия, на самом деле, поскольку я занимаюсь финансами. Дело в том, что в 2008 году, в 2009, когда грянул кризис, его как бы залили деньгами. То есть напечатали, грубо говоря, ну если очень упрощать, очень много денег. По сути, это как бы и послужило причиной восстановления, но вот этот вот дутый, накаченное восстановление, никто просто не верит, что это реальное восстановление. То есть, грубо говоря, что спрос, реальный спрос у людей на вот на все будет восстанавливаться, поскольку он был подстегнут, подстегивался кредитами, подстегивался там ипотекой. И все люди, которые уже, по сути, использовали свои будущие доходы. То есть больше спрос расти не будет. То есть, ну вот, или будет расти, но очень медленно. Вот, наверное, вот такие опасения. Я не знаю, насколько это похоже на то, что говорят клиенты, но я думаю, что вот такое мнение как минимум есть. Ну, мнение в основном, что говорят, что... Ну, мне кажется, здесь больше очень важен такой вот психологический момент. Вот, но самое сложное для экономики, это когда ничего не происходит, когда мы все находимся в состоянии ожидания. Ожидание чего, непонятно. А что касается вашего бизнеса, какой... Ну, понятно, что элитный сегмент, где вы больше специализируетесь. Вторичка, первичка, что вот самое вот... Вторичный. Горячая. Да, вторичный рынок, потому что первичный рынок... Ну, во-первых, на первичке, грубо говоря, что особо там не разбежишься продавать, мало чего есть, потому что на связи с тем, что все проекты либо заморожены, либо отложены, либо и так далее, и так далее. То есть их всех первичных проектов, там и десятка не наберется. Вот. И плюс на вторичном рынке, то есть люди все-таки... Ну, любой первичный проект, это все равно есть какой-то риск. Достроят, не достроят, вовремя, не вовремя. Будет ли того уровня отделка, который обещают. Потом многим клиентам, если мы говорим про инвестиции в элитном сегменте, инвестируют очень мало, там может быть 3-5 процентов. Большинство покупают для себя. Если я покупаю квартиру для себя, то только вторичный рынок. Потому что пока дом достроится, пока сделают ремонты, этот цикл там еще 3-4 года, а иногда 5 лет. То есть у меня огромное количество историй. Люди купили. К тому моменту, когда дом достроился, сделали ремонт в квартире, уже поменялась ситуация в семье. Дети уехали за рубеж, новые дети появились и так далее, и так далее. Поэтому вторичный рынок в этом плане более отвечает нуждам людей с точки зрения решения собственных проблем сегодня и сейчас. А что касается конкурентного момента, что сейчас происходит? Где вы по отношению к конкурентам? Что сейчас происходит? Рынок сжимается? Больше появляются компании, которые предоставляют такие услуги? Если бы говорить про компаний, таких крупных международных компаний, то их, в принципе, всего 3 и больше в жилом сегменте. И навряд ли появится. Но появляется довольно большое, как ни странно, как раз мы думали со своими коллегами-конкурентами, что в период кризиса, наоборот, эти маленькие компании, они все поотмирают. Они, наоборот, стали плодиться в огромном количестве. То есть люди открывают новые бизнесы, связанные с услугами, консалтами, области недвижимости. А где они находят свой кусок рынка? То есть кто те люди, которые к ним... Вот я завтра поставлю телефон, найму человека. Как у меня это получится? Кто ко мне пойдет? Если вы конкретно, не хочу вас обидеть, то, наверное, не очень. То есть, как правило, люди открывают те, которые уже на этом рынке были довольно большой период времени. То есть есть своя клиентская база, они знают рынок, есть рекомендации. Потому что ты рынок, ну, я говорю, что здесь основной актив — это ваши люди. И это их клиентская база. То есть если я работаю 10 лет на рынке, то, в принципе, мне там даже не нужны входящие звонки, мне все время кто-то позвонит. Знакомые знакомых, там родственники знакомых и так далее, и так далее. А откуда берете людей? Выращиваете своих или пытаетесь забрать у конкурентов? Пытаюсь выращивать своих, потому что забрать у конкурентов. То есть в каждой компании есть своя корпоративная культура, которую очень сложно потом переделать. И для меня очень важно, то есть, может быть, не самый большой бизнес, то есть я не хочу там стать по объему компании номер один, я хочу стать той компанией, которая… Ну, то есть с большинством клиентов в элитном сегменте ты общаешься довольно долго, довольно плотно. То есть ты становишься в какой-то момент частью семьи, потому что ты знаешь очень много про эту семью. Для меня важно, может быть, очень небольшая команда, но профессионалов, вот, а это можно только вырастить, вырастить самостоятельно. То есть, как правило, берем людей с хорошим образованием, у которых есть навыки продаж, вот, ну и, в принципе, которые могут анализировать, то есть, потому что довольно быстро нужно вникнуть в рынок и понять, перелопатить большой объем информации. У нас осталась буквально минута. Екатерина, самая лучшая ваша сделка, очень кратко. Самая лучшая или самая крупная? Самая, вот, которую вы можете выделить по каким-то причинам. Либо она самая лучшая, либо она самая крупная, самая лучшая в плане дохода, прибыли. Что-то можете вспомнить сейчас? Ну, наверное, самая красивая. Самые красивые сделки, они, как правило, во Франции, на Лазурном берегу. Роскошный дом. И, как правило, если такие крупные сделки, то есть эта сделка была конкретно очень большая, то есть, как правило, чем выше сегмент, то тем, может быть, иногда даже проще работать с клиентами. И они четко понимают, что они хотят. Они ничего не боятся. У них куча есть консультантов и советчиков. Вот, наверное, на Лазурном берегу, несколько месяцев назад. Спасибо. С нами была Екатерина Тейн, партнер Chester International Real Estate. Мы уже заканчиваем. Спасибо вам, Екатерина. После новостей будет Олег Дмитриев с программой «Сухой остаток». И как раз будет обсуждаться вопросы из мира финансов и экономики. В частности, тема «Сухого остатка» на сегодня. Российский рынок облигаций на фоне европейской драмы. А это была программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Я Георгий Вербицкий. До свидания. Делайте деньги с удовольствием.